Каждый раз, когда Алексей Кудин выходит на ринг или в клетку, то на арене возникает осязаемое ощущение приближающегося брутального нокаута. Пятикратный чемпион мира по тайскому боксу и двукратный чемпион мира по кикбоксингу, он и на арене смешанных единоборств внушал уважение и страх своим соперникам. Ведь 20 из них отправились в нокаут под могучими ударами белорусского гиганта. Сегодня мы с вами отправимся в 2014 год, в Краснодар, на турнир про UFC 55, где Алексей Кудин выступал в главном бою вечера. Его соперником стал мощный немецкий боец Андреас Краниатакис, который за свои внушительные габариты и огромную силу носил прозвище Биг Дэнни. К тому времени он уже 9 лет выступал в смешанных единоборствах и сколесил вдоль и поперек все европейские промоушены и собрал приличную коллекцию титулов. Он был вовсе не прочь порубиться в стойке, так как за его плечами было порядка десятка нокаутированных оппонентов. И все это обещало зрителям весьма интересную битву огромных ударников. Новый год уже не за горами, а значит самое время задуматься о подарках. Компания Великоросс предлагает замечательные вещи, которые не только верой и правдой будут служить своему владельцу, но и навсегда сохранят тепло ваших искренних чувств. Ремни из натуральной воловьей кожи это безупречное качество, всевозможные расцветки модели и изысканные горячие тиснения. Каждый из них упакован в оригинальную подарочную коробку. Конный, богатырский, сталинградский, десантный. У Великоросса для каждого мужчины найдется ремень по душе. Еще вашему вниманию предлагаются крутые кожаные аксессуары, бумажники, картхолдеры, ключницы с красивыми узорами и жизнеутверждающими лозунгами. В магазине также представлены ножи Великоросс из различных марок оружейной стали, упакованные в кожаные ножны с горячим тиснением и в деревянный пенал с изысканной гравировкой. И, конечно, беспроигрышный подарок – набор хлопковых правильных носков, которые упаковываются в оригинальные сувенирные коробки. Подарки от Великоросс доставят радость и счастье от обладания крутыми качественными вещами или от их дарения родным и близким. Переходите по ссылке в описании и приобретайте подарки со скидкой по промокоду М1. И вот выступал он по ММА. Интересно, что он с Константином Глуховым, латвийским, очень известным кикбоксером, примерно таких же габаритов, таких же, ну, поменьше его титулов с Константином Глуховым, но тоже очень серьезные титулы в кикбоксинге в Муай-Тай. Так вот, он с Константином Глуховым встречался в рамках чемпионата России по смешным наборствам по версии М1 в 2012 году и победил решением. То есть два кикбоксера встретились друг с другом по правилам ММА любопытно. Последний у него бой у Кудина был почти год назад в ММА. Встречался он на М1 в челлендж 43 и не с кем-нибудь, а с Сергеем Харитоновым. И я хочу сказать, очень хорошо он-то дрался. Начал, начал хорошо. И даже послал Сергея в нокдаун. Нокдаун, правда, не отсчитали. Но вообще, именно ударом он его свалил на пол. Можно было отсчитать нокдаун. Но Сергей быстро сориентировался и начал сокращать дистанцию. И, в общем, в одном из добиваний Кудина очень сильно потряс. Кудин потерял капу. Не знаю, первый раз специально или не специально. А во второй раз, когда такое же добивание было, уже было явно, что Кудин выплюнул капу. И, в общем, был за это дисквалифицирован. Сергей держал победу. Заслуженно совершенно. Но, в общем-то, Алексей тогда тоже показал, что в ММА у него есть хорошие шансы. Потому что, например, Сергей Харитонов на его фоне, его ударные качества выглядели у Сергея Харитонова. Вы представляете его себе, да? Его мощь ударов. Так вот, у Сергея Харитонова ударные качества на фоне Кудина выглядели, ну так, так сказать, средненько. Вот так скажем. Ну, правда, это был год назад. Много произошло. За этот год, за 14-й, Кудин опять выступал по любителям. Я вот лично считаю, друзья, совмещать на высоком уровне. Я почему с этого начал, этим вот сейчас продолжу. Любительские и профессиональные выступления очень сложны. Очень сложно. Потому что цель поединков другая. В любителях надо продемонстрировать свое мастерство. Соперника обмануть, обыграть. В рамках, конечно, правил. А в профессионалах все это отходит на второй план. Тут главное результат, главная эффективность, стремление во что бы ни стало соперника нокаутировать. Особенно, если ты тяж. Это не вполне соответствует любительским требованиям. И вот переключаться с одного на другое, ну это предчайший случай, кто умеет это и другое делать. Что-то я, друзья, забыл представить вам соперник Андреаса Краниатакиса. Еще раз повторю, это грек, но грек из Германии. Мать у него немка, отец грек. С 9 лет он начал заниматься единоборствами, занимался дзюдо. Обладил ряда титулов, ну такого низкого уровня, регионального. Как бы у нас чемпион там региона или может быть там федерального округа. Он несколько раз выиграл турниры. Чемпион Баварии он несколько кратный. То есть, надо приравнять, наверное, к федеральному округу. Региональные титулы выигрывал. А уже 12 лет он занимался дзюдо. Достиг коричневого пояса в дзюдо. После чего переключился уже на другие виды, на ударные. Стал пробовать себя и в карате, и в боксе, и в кикбоксе. Но везде стал себя пробовать. И в ММА он где-то стал года с 2004-2005 пробовать себя выступать. Ну, больших достижений не достиг. Входил он в пятерку лучших бойцов ММА Германии, вне зависимости от весовых категорий. Но в Германии вот как раз сильных, таких вот ярко выраженных ММАшников мы так вот сходу не назовем. Есть там свои школы, клубы. В Гамбурге, например, хорошие, чем школы ММА. Вот. Но на мировом уровне все-таки немцы как-то вот не очень себя проявляют в ММА. Поэтому в самом себе вот это достижение, входить в пятерку, в топ-5 ММА в Германии, ну, не очень. Уже, смотрите, 2 или 3 лоу-кика правого да и левым в переднюю ногу наносит Кудин. Уже нога посечена передняя, подхрамывает на переднюю ногу. Ну, неправильно стоит, потому что с ударником, с такими длинными ногами, который, тем более, не просто ударник, а тай-боксер. То есть, если еще кик-боксер, есть ярко выраженные такие ручники, которые ногами очень хорошо бьются, то в тайском боксе без лоу-киков делать вообще нечего. И семикратный чемпион мира по тайскому боксу перед тобой стоит. Ну, как можно вперед так далеко выставлять переднюю ногу? Ну, это просто... Ну, если ты, конечно, как приманку ставишь, то надо этим пользоваться как-то. Ногу убирать, тут же переходить в контратаку, может, там, попытаться сделать подхват, тейкдаун. Вот. Ну, оставлять ногу, даже не пытаясь ее защищать, даже нет попытки поднять ее. Видите, он стоит в уманошенной стойке с загруженной передней ногой. Я имею в виду краниатакиса. Такую ситуацию защищать ногу очень сложно. И вот апперкот с дистанции. Нокаут. Нокаут, друзья. Ну, Алексей Кудин недаром предмостил свое лучшее качество. Именно ударника-накултера. Я забыл сказать вообще его рекорд. У него 17 побед досрочных. 18 побед, из них 13 нокаутами. И только один сабмишин. Вот. Ну, это если мы, вот, мы говорим там про сабмишин. А так он ярко выражен на кутер. Смотрите, какой хороший апперкот. Притем встречный апперкот. Под правой прямой бил краниатакис. И одновременно с небольшим смещением справа. Длинный апперкот справа. И до сих пор все в себя могут при атаке с ним прийти. Ну, что сказать. Вы знаете, между прочим, у Кудина в арсенале не только встреча с Харитоновым. У него много встреч с бойцами самого-самого высокого уровня. Вот Константин Длухова я уже называл. У него, например, с Длуховым, кстати говоря, я вот упустил. Он дважды даже встречался. Дважды. Так вот. А кроме этого, он пять раз встречался с Павлом Журавлевым. А Павел Журавлев, на мой взгляд, года два назад был нашим лучшим. К боксерам в К1, ну, в турнирах по правилам К1, так скажем. Сейчас у него на спатнерскую пошло. А так он вообще... Это очень серьезный соперник. Они встречались с ним пять раз. И причем у них так... Два раза победил Кудин, три раза Журавлев. Но все-таки, друзья, мы не смогли посмотреть, что же представляет все-таки Кудин себя именно как боец ММА. Что бы он делал, если бы ему нарезали все-таки партер или хотя бы... Ну, в клинче, я думаю, клинч не боятся. Но что делали, если бы его свалили? Смог ли бы он своими длинными руками, ногами что-то на полу делать? Как он... Насколько он владеет защитой? Это вот мне было бы очень любопытно посмотреть. Ну, не удалось. Ничего. Я думаю, что Алексей... Знаете, на победной ноте карьеру не завершают. И хотя ему уже 29 лет, для тяжей это не очень много. Тем более, что он в отличной форме, как мы видим.